Это программа область спорта на 47 канале. Мы рассказываем о людях, которые стремятся к победам и добиваются успехов. В ближайшие 15 минут все, что необходимо знать о спортивной жизни Ленинградской области. Водное поло. Еще один шаг на пути к золоту чемпионата России сделан. Все равно победы нам очень тяжело даются. Нужно выкладывать себя на 100%, в каждой игре доказывать, что мы лучшие. Чем сложнее, тем лучше. Главный девиз зимнего кросс-кантри на мотоциклах. Результаты хорошие, я доехал. Секреты воспитания профессионалов от заслуженного тренера России. Нужно, прежде всего, увлечь. Когда ты увлек девчонку заниматься гамболом, и ты уже победил. Начинаем программу с олимпийской тематики. Единственный представитель 47-го региона Семен Павличенко досрочно вернулся из Южной Кореи по решению тренерского штаба сборной России. Почему не получилось показать на Олимпиаде свое лучшее время, причины конфликта с главным тренером сборной и дальнейшие планы на этот сезон? Обо всем этом Семен рассказал по телефону нашей программе. Готовимся к новому сезону. Сейчас у нас предстоит впереди чемпионат России. Мы будем тестировать новый инвентарь в следующем сезону. Будем готовиться и к новому четверо ходить мимо. Отправляемся в Кириши, где на минувшей неделе определялись финалисты чемпионата страны по водному полу. Шесть лучших команд разыгрывали четыре путевки в финальную часть национального первенства. Фавориты соревнований уже привычны хозяйке бассейна, ватерполистке Кенефа. Как сложились матчи, а также какие ближайшие задачи стоят перед киришанками, расскажет Софья Байбурина. В городе Кириши болеть за свою команду, которая практически всегда на высоте, не столько волнующа, сколько приятно. Я хожу на водное поло, и мне нравится водное поло тем, что тут получается, ну, тут интересно. Кенеф – это самая сильная команда. Пять уверенных побед в этом туре одержали киришанки. Самая яркая – над командой «Спартак-Волгоград» с разгромным счетом 26-6. С Уралской и с Волгоградом я считаю, что прекрасно. И настроились, и подготовились, и самое главное, что мне понравилось – они играли. Они играли. Вот то, что я всегда приветствую, что это игра. Это не только работа, борьба, это игра. И они это показали. С командами из Казахстана и Москвы Кенеф завершил игры с уверенным преимуществом в 10 очков 19-9 и 16-6, соответственно. А вот в последнем матче с Хантамансийской игрой киришанки, видимо, предвкушая необычно длинные выходные, остановили всего на 6 очках превосходства 9-15. Вообще у нас обычно всегда соревнования заканчиваются в субботу. Но сегодня у нас они закончились в пятницу. И у нас есть целых два дня, чтобы отдохнуть. Это вообще, это очень редко, это вообще кайф. Целых две ночи, когда можно высыпаться от души. В этом туре после тяжелой ангины в команду вернулась Екатерина Прокофьева. Но показать свой максимум не смогла. Восстанавливает физическую форму. Лучшими игроками тура по праву стали киришанки Татьяна Зубкова, Анастасия Симонович и Евгения Иванова. У нас в этом году очень напряженный график. Мы не успеваем приехать из сборной, играем клубные какие-то соревнования, потом Еврокубки. Но это тяжеловато. Но надо дать должное нашим тренерам, которые дают нам именно ту физическую подготовку. То есть дают нам где-то передохнуть, где-то наоборот нагрузить, что чувствуешь себя довольно комфортно. По итогам тура в финал четырех вышли команды Кинев, Динамо Уралочка из Златоуста, Спартак Волгоград и москвички из команды Крылацкая, которые и станут первыми соперницами киришанок. Игры пройдут в Волгограде с 6 по 11 марта. Между тем уже на этой неделе, 24 февраля, в Киришах пройдет матч женской Евролиги. На первую игру четвертьфинальной стадии в Ленинградскую область приедет греческий Олимпиакос. Очень серьезный противник, даже учесть, что в прошлый финал именно Кубка Европейских мы играли с этой командой. Команда очень опытная, есть явные лидеры, но у нас в принципе есть и игры, и записи. То есть мы обязательно это все посмотрим, разберем. Это программа «Область спорта» на 47-м канале «Все самое интересное из спортивной жизни региона». Через несколько минут о том, что такое зимний кросс-кантри. А пока новости большого футбола. Клуб Тосна отправился на завершающий тренировочный сбор в Турцию. В его рамках уже прошел один контрольный матч с клубом из Армении «Бананс». 4-0 победа черно-белых. Мечи на счету Николы Труича, Рады Дугалича, Резуана Мирзова, а также новичка команды Ильи Жигулева. Еще два контрольных матча с курским «Авангардом» и казахским «Акжаиком» пройдут на этой неделе. Тренировочный сбор продлится до 26 февраля, после чего Тосна вернется в Санкт-Петербург. А теперь отправляемся в деревню Разметелево на соревнования по кросс-кантри на мотоциклах. Колеса замерзают, двигатель глохнет, резина скользит. Это малая часть неприятностей, которые могут пообещать спортсменам организаторы зимнего заезда «Болтик Рейс Кап». Гонки на легких спортивных мотоциклах в совершенно неподходящих для этого условиях – это и есть кросс-кантри. Подробности у Александра Туполева. Эндуро – так иногда называют соревнования по кросс-кантри. Дисциплины идентичные, разница лишь в протяженности дистанции. В деревне Разметелево, где прошла гонка, как раз все как надо. Кочки и ямы, занесенные снегом, местами лед, деревья. Такая нарезанная трасса, все хорошо, ровно-ровно-ровно, а потом начинает жутко раскидывать, и все, теряешь там все силы просто. В заезде около 30 человек. В первой пятерке, конечно, оказываются профессионалы, но к участию допускают всех желающих. Главное, чтобы техника была исправна, и спортсмен понимал, что ему предстоит пережить. Результаты хорошие, я доехал. По пути пришлось поменять свечку, переборщил с маслом. Я рад, что я здесь был, и доехал до конца, до финиша. Это уже успех. Но в следующем году обязательно поеду с шипами. Без шипов, очень тяжело. Сергей Чулочников как раз тот, кто всегда приходит в пятерки, а именно в этой гонке стал первым. Он уже выигрывал чемпионаты по мотокроссу, мотокроссу с колясками и даже квадрокроссу. Теперь покоряет кросс-кантри и эндуро. Основные препятствия – это то, что снег, и очень много колей всяких разных, в разные стороны. Ну, для меня лично, да. То есть, ну, для многих, возможно, подъемы были препятствиями, потому что они были довольно большими. Падений-то много было? Ну, лично у меня нет. Там парочку, пару раз круговую обогонял, пару раз упал. В советской системе внешкольного образования мотокросс был очень популярен. Его активно развивали и поддерживали. Сейчас это далеко не дешевый спорт. Иногда сложно подготовить даже комплект шипованной резины. Именно поэтому в соревнованиях два заезда – с шипами и без. Комплект шипованной резины, он достаточно дорогой. То есть, он может стоить порядка 20-25 тысяч рублей. А изнашивается очень быстро, потому что, если серьезная гонка, то комплекта шипованной резины хватает на один, наверное, два заезда. Виктор Владимирович гонки старается не пропускать. Здесь вспоминает молодость, когда и сам любил погонять. На мотоцикл он сел в 1963 году, а оставил железного коня только на пенсии. Потом поддерживал на соревнованиях сына, а сегодня на финише встречает внука. Молодец, выдержал испытание зимнее. Настоящая эндуро. В рамках «Балтик Рейс Кап» пройдут четыре соревнования в разное время года. Зимний этап позади, дальше весна, а значит грязь, болото и проливные дожди. И если сейчас гонщики скользили к финишу, то в следующий раз им придется рыть колесами дорогу к победе. Совсем скоро в нашей программе заслуженный тренер России Юрий Беляев, который больше сорока лет растит все новых профессиональных гонболисток Пикалева. А пока о достижениях спортсменов из Ленинградской области в других городах и странах. Первый российский пилот «Формула-1» выборжанин Виталий Петров в сезоне 2018 года продолжит выступление в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Петров станет лидирующим пилотом российской команды S&P Racing на прототипе BR-1 в самой высокой категории этих соревнований – классе LMP-1. Итак, 6 апреля – пролог во Франции, 5 мая – гонка на бельгийском автодроме Spa-Francorcham. Александр Бублик пробился в основную сетку теннисного турнира серии ATP в американском Делрэй-Бич. В квалификации уроженец Гатчины, выступающий сегодня под флагом Казахстана, сначала обыграл в двух сетах Бориса Козлова из США, а затем в третьей партии дожал Дарьяна Кинга из Барбадоса. Теперь в первом круге Бублику будет противостоять хорват Франко Шкугар. Ну а мы отправляемся в город Пикалёво, где уже 42 года работает тренером по гандболу Юрий Алексеевич Беляев. Заслуженный мастер своего дела рассказал нашей программе, как вырастить профессиональных игроков, какова ситуация в детском спорте и поделился своим взглядом на ситуацию в гандбольном мире в целом. Беседовала с тренером Софья Байбурина. Нужно, прежде всего, увлечь. Готовы? Когда ты увлек девчонку заниматься гандболом, и ты уже победил. Совершенно случайно я пришел в гандбол, потому как занимался хоккеем, легкой атлетикой. Получил приглашение в город Пикалёво от моей подруги, она кашельница, Нины Ивановны Жибко. Она пригласила не только меня, но и других моих друзей. Я с детства мечтал быть тренером. Главное, я поставил задачу давно – воспитать игроков международного уровня. Да, эта задача, в общем-то, когда-то казалась за меня заоблачной. Но я понял, что это возможно. Байкова Ирина стала чемпионкой мира в составе сборной России среди стубен. Мастер спорта международного класса. Игрок настолько уникален, что в течение 20 лет она не получала травм. Есть, конечно, среднее звено в каждой группе. Есть лидеры, есть отстающие звено. Каждый тренер должен ориентироваться на среднее звено. Всегда будет успех тех, которые талантливые, талантливые, очень талантливые. Они не будут хуже. А вот те, которые отстающие, они потянутся. Поэтому, как мой совет, многим тренерам главное – работать на среднем звено. Женский гандбол в России на ведущих ролях в мире и чемпионаты мира, и Европы, и главные последние Олимпийские игры. Женская сборная стала чемпионом Олимпийских игр. Конечно, это дало колоссальный толчок приходу детям, детей в спортивные школы. Для того, чтобы участвовать в соревнованиях, конечно, нужны деньги. Мы надеемся на государственную помощь. Вообще, проблема нашего детского спорта именно в том, что государство практически не участвует в этом. Это большая ошибка, огромная. Я хочу еще побеждать. И самое главное – я хочу быть полезным для своих воспитанников. Пришло время говорить вам «до свидания». Мы рассказали о событиях, которыми насыщена спортивная жизнь Ленинградской области и о людях, которые стремятся к победам. Это, в частности, Дарья Рыжкова, ватерполистка из Кириши. Сергей Чулочников – чемпион страны по мотокроссу. И Юрий Беляев – заслуженный тренер по гандболу из Пикалева. Всего вам доброго и до встречи в области спорта.